Приветствую, искатели! На связи Сергей Трушин. Сегодня у нас оцифрованная старая карта, которой 430 лет. Качество этой карты просто потрясает. Также ее покажу, где скачать, отдельно как Атлас и отдельно как приложение для программы Google Планета Земля. Очень интересно. Давайте посмотрим получше. Вот как мы видим, она выполнена. Если весь Атлас собрать вот так по кусочкам, то получается вот такая азимутальная проекция. Это все из представления о том, что Земля – шар. И вот такая развернутая, возможно, еще тоже. И самое любопытное, что здесь Америка и Евразия соединяются. Есть какой-то еще интересный большой остров и много чего здесь необычного. Ну поехали, посмотрим, что здесь в статейке еще говорится. Сотрудники коллекционера Дэвида Рамси закончили оцифровку и реставрацию старинного Атласа мира, который, как утверждается, создан картографом Урбано Монте в 1587 году, то есть более 400 лет назад. Карта далеко не единственная в своем роде, однако она интересна, содержащаяся в ней очень странной и противоречивой информацией. Оригинал карты представляет собой собираемый из листов, сделанный от руки, рисунок размером 10 на 10 футов. И Земля в нем изображена почему-то при взгляде с северного полюса, хотя с легкой руки Меркатора сегодня общепринята экватороцентрическая модель. Итак, смотрим, очень странно, давайте посмотрим, какие здесь моменты. Во-первых, мы видим, как говорится, азимутальную проекцию, да, если Земля шар. В центре мы здесь видим еще потом на лучшем разрешении, больше посмотрим. Вот она идет, Евразия, а здесь мы видим те самые острова, которые многие называют Гипербореей. Вот здесь вот Северная Америка соединяется с Евразией, какой-то непонятный остров. Вот это Индия, это Индокитай, это, похоже, Япония. Но, ребят, а с Антарктидой вам не кажется, что-то странное творится? Ну, мало того, что она просто кольцом сделана, так она еще, смотрите, разделена на отдельные материки. И мы здесь четко видим, что это не просто границы и развернутый материк, так и в виде круга, а это именно отдельные материки. Причем, смотрите, вот этот, например, настолько большой практически, как Евразия или Африка. Если не больше. Здесь проливы какие-то еще, материки поменьше. Это напоминает карты товарища Котлерова и те старые карты, на которые он упирается. Очень любопытные моменты, друзья. Как сегодня плоские карты выглядят. Вот она примерно вот так бы и выглядела. И опять же мы видим проливы. И здесь снизу опять же море и океан. А это все как самостоятельные материки. А здесь переходит наша Северная Америка почему-то в Евразию. Вот проецирование карты Монте на Google Земля. Ссылочку я вам тоже дам. Можете прям скачать и она открывается прям в самой программке. Разрешение, конечно, там не супер, но вполне неплохо. Так на глобус натянута. Как можно увидеть, подробно ознакомившись с картой на сайте владельца, мы сейчас это посмотрим. В общем, господин Урбано Монте нарисовал все очень правильно и очень подробно. При этом карта нарисована всего через 80 лет. После того, как сапог господина Колумба впервые ступил на берега будущего Гондураса. А теперь представим себе огромную, мощную сверхдержаву. Уровня СССР или США. Образца конца 20 века. Но без спутников и самолетов. То есть только страну с огромными финансовыми ресурсами и огромным флотом. Сколько времени бы понадобилось геодезистам СССР, чтобы создать такую подробную карту? За 80 лет они бы точно не управились. Даже если составляли карту Земли всем миром. Отсюда возникает вопрос, как это умудрили сделать картографы Испании и Великобритании без рации, без интернета и пользуясь только парусным флотом. Это сколько же парусников должно было бы раздить моря, чтобы обследовать на острова каждый нарисованный на карте квадрат. Поскольку подобное напряжение сил и срез трудно даже вообразить, правильно будет предположить, что у господина Урбана Монте уже была какая-то карта. При этом, скорее всего, первоначально сделанное или с самолетов, или даже из космоса. То есть идеально точное. Все последующие несоответствия – это дело рук копипастеров-переписчиков, собравших информацию из разрозненных листов. Это очевидный факт, отмечаемый всеми, кто когда-либо пытался посмотреть на официальную историю трезвым взглядом. И этому трезвому взгляду совершенно очевидно, что до нас на планете была как минимум одна развитая цивилизация. При этом она канула в лету не 15 тысяч лет назад, как это сейчас со скрипом признают некоторые академики, а гораздо менее времени назад. Речь идёт о сроках, в течение которых хранятся документы на органических носителях, бумаге, тканях и так далее. Однако в карте господина Монте есть и другая странная вещь. Согласно его карте, земля не сфера, а как бы выпуклый диск с центром в Северном полюсе, так как это нарисовано на эмблеме ООН. И вокруг этой плоской выпуклой земли вращается Луна и Солнце. Вот здесь изображено это всё на схеме. Очень напоминает соображение современных плоскоземельщиков. Вам так не кажется? И здесь даже, как мы видим, изображено солнечное затмение. Вот если вот эта Земля, здесь, пожалуйста, Луна, и здесь Солнце на небольшом участке будет затмеваться. А здесь какие-то ещё звёзды вращаются. Для меня схема, честно скажу, не особо понятна. Если вы разбираетесь, то напишите в комментарии, как вот это правильно понимать. И это выглядит очень странно. То есть, с одной стороны, источники познаний господина Монте были очень продвинуты в географии и определённо знали, как выглядела бы Земля из космоса, если бы спутник висел точно над полярным кругом. С другой стороны, эти источники не знали, что не Солнце вращается вокруг Земли, а на самом деле Земля вращается вокруг Солнца. Как такое может быть? Это всё равно, что уметь строить звездолёты, но не знать колеса и не уметь добывать огонь. Мы не знаем, почему господин Монте нарисовал солнечную систему геоцентрической и почему на его карте Земля выглядит как выпуклый круг. Тем не менее, и сама карта, и даже сам факт её появления весьма интересны. Что ж, давайте посмотрим соседние ссылочки. Вот, например, тоже это английская статья. Немножко увеличим масштаб. Если интересно, можете, как правило, нажать правой кнопкой, перевести на русский и почитать, если есть такой интерес. Это официальный сайт. Здесь также можно интерактивно эту карту посмотреть в очень-очень большом разрешении. Вот как раз по этой ссылочке, если кликнуть, ну, потом посмотрим, здесь масштаб сейчас увеличен. Так, вот смотрите, насколько большая чёткость. Вот такие можно детали разглядеть на этой карте. Реки, горы, названия городов. Свой город тоже сможете, скорее всего, найти. Вот такими кусочками в атласе были изображены фрагменты самой карты. Вот этот остров меня очень заинтересовал. Что это за остров такой? Вот это, я так понимаю, где-то в районе современной Чукотки, это где-то в районе современной Аляски, ну, или что-то подобное. А это что за остров-то такой? Вот на карте мы его видим, причём он достаточно огромный, и ничего подобного сейчас там нету. Ни на картах, ни на дне. Чё это такое? Вряд ли люди с таким точным описанием всех береговых линий и вообще картографическими возможностями могли остров просто выдумать. Очень интересно. Если вас интересуют старые карты, кстати, смотрите. Здесь на старых картах очень часто изображаются существа, которые там живут. Смотрите, какие-то птицы, какие-то человечки здесь, да? Весьма, конечно, схематичны, но всё равно. Здесь мы видим корабль, и здесь какое-то чудо-юдо морское тут. То есть, да, это, скорее всего, не просто байки, а действительно какие-то чудо-юдо там, видать, на них нападали. Здесь мы видим тоже что-то типа кита, видимо. Здесь вот какой-то козёл. Почему козёл там по воде бежит? Это какой-то водный козёл, что ли? Здесь вот ещё какое-то животное. Ну, интересно, вот если эту карту повнимательнее рассмотреть, а я знаю, что некоторые блогеры меня тоже смотрят, то, возможно, вам захочется сделать видео по каким-то отдельным пунктам этой карты. Я думаю, очень стоит к ней присмотреться. Здесь много чего любопытного. Какие-то правители здесь тоже указаны. Если вы владеете этим языком, то сможете, наверное, перевести. Конечно, письменный текст гораздо сложнее читать, чем печатный, но всё равно довольно-таки любопытно. Вот ещё какая-то схема. И здесь, кстати, смотрите, каждый из этих картинок, если по ней кликнуть или по ссылке ниже по тексту, откроется вам в новом окне, где вы более детально сможете всё это разглядеть. А это здесь описывается движение небесных светил, насколько я понял, в зависимости от времени года. Ну, как-то так. То есть месяц, и, грубо говоря, календарь какой-то. Здесь, опять же, мы видим какие-то правители, флаги, и какой-то странный человек, морской обитатель, и у него вместо ног два хвоста. А знаете, по легендам и по многим описаниям такие правители даже в Европе были, и женщины такие были. Любопытно. Может быть, всё-таки эти существа на самом деле существовали, а это не просто легенды. Опять же, ангел какой-то здесь нарисован. С крыльями и с ногами. И вот здесь каждый из этих участков Атласа тоже в отдельной картинке приведён. Ну, сможете посмотреть, почитать. Здесь вот ссылку на оригинал, вот этот на американский, я вам тоже оставлю. Давайте теперь посмотрим, так, чуть-чуть уменьшим масштаб саму карту. Здесь вот, смотрите, если увеличивать, она немножко подгружается, то можно что угодно здесь рассматривать спокойно. Так, что я тут... А, вот. Например, так называемая гора Меру. Кому интересно, может здесь вот спокойно всё разглядеть. И здесь какие-то надписи, текст. То есть, если вы владеете языком, почитать, посмотреть, что же автор нам здесь сообщает. Похоже на очень многие карты, например, того же Перерейса, который, говорят, срисовывал с более древних карт. И вот всякие такие нюансы здесь можно разглядеть, посмотреть. Ну, смотрите, какие-то раки там, да? Всякие животные. Какие-то каракатицы или что это там. Не знаю. Опять же, этот странный человек. Ну, в общем, вот он, бегающий козёл по воде. Ну, я не знаю. Какой-то непонятный кит. Какая-то то ли черепаха, то ли динозавр. Ещё непонятная зверёга какая-то. Птички какие-то. На Антарктиде, кстати, на многих картах изображаются единороги. Здесь, например, смотрите. Опять же, люди с хвостами. С двумя хвостами, с одним хвостом. Странные какие-то, да? Вот он ещё верхом на каком-то звере тоже. Птички какие-то. Так, что у нас тут ещё? Ещё какая-то непонятная птица слона несёт. Представляете? То есть, значит, в то время люди знали, например, тех же слонов, да? И знали, какого размера. Либо слоны были меньше, либо птицы были какие-то огромные. Сразу вопрос возникает. Если птицы были огромные, то чтобы ей летать, единственная возможность только была, чтобы как те же, например, птеродактиль летали, или даже более крупные создания, то атмосфера должна быть гораздо более плотной. Это порядка 8-10 атмосфер. Представляете, что? Либо атмосферное давление было больше, либо что они, слонов таскали. Ещё какие-то тут человечки древние. Ну, любопытно. Вот честно, вот так вот поразглядывать карту. Много чего здесь интересного. Причём, смотрите. Здесь интересный момент. Вот идёт Южная Америка. Такой большой материк интересный, достаточно точно сделан. И здесь вот что-то, то, что мы сейчас бы сказали, Антарктида. И они здесь практически соединены между собой. К тому же, если посмотреть Африка. Африка здесь соединена или нет? Так, Африка здесь не соединена. Ну, вот, например, интересное исследование древних карт приводит товарищ Котлеров. С ним можно соглашаться, можно не соглашаться. Но он многие интересные вещи рассказывает. И он, например, говорит, что, скорее всего, Африка прям соединена с Антарктидой сплошняком. И там никакого пролива нет. Какие-то ещё зверюшки. Опа, смотрите, это вообще динозавр какой-то, что ли. Интересно. Вот, смотрите, я немножко увеличу даже. Вот, смотрите, это же древний ящер. Видите? То есть рисовали. Значит, там в то время водились динозавры, что ли. Ещё, кстати, интересный момент. Смотрите, как-то карта странно. На современный лад сделана. Смотрите, вот это центр лад. И здесь мы видим какие-то странные отметины. Вот здесь идёт. Так, вниз. И здесь вот по горизонтали. Причём эта горизонталь идёт примерно где-то между современным Каспийским морем и Аральским. Где-то здесь посерединке, да? А это какой-то нулевой меридиан. Через Гринвич вроде не проходит. Гринвич где-то вот здесь вот должен быть. Где-то сбоку. Через Пулковский меридиан тоже не проходит. Почему так? Интересно. Может быть, как-то по-другому раньше размечали? Ну, в общем, ребята, блин, карта любопытная. Что ж, а давайте я ещё вам покажу. Вот если мы сейчас по этой два раза кликнем, запустим программу Google Земля, то эта самая карта натянется на глобус. Это особенно, наверное, будет полезно шароверам, которые верят, что Земля шар. И здесь в удобном виде можно всё посмотреть. Единственный минус. Почему-то здесь вот в разрешении она какая-то не очень. Поэтому здесь вот сколько я не приближал, у меня как-то качество особо не улучшалось. Не знаю. Но, тем не менее, вот такие-то общие очертания можно, например, сравнить. Они немножко не совпадают с очертаниями нынешними. Вот, например, смотрите. Африка, Средиземное море. Мы видим, да, вот эти жёлтенькие очертания. Америка чуть-чуть всё по-другому. Вот здесь вот эта часть Америки. А может быть, раньше просто всё было более правильно? Или сейчас нас обманывают? Или раньше ошибались? Почему так? И здесь вот Антарктида, типа, вот притянули, типа, вот она вот такая с проливами. А здесь всё какое-то море-океян. Вот на старых картах так было. Ну вот, я думаю, тоже сами посмотрите, если вам интересно. Ну, в общем, вот такой материальчик. Я думаю, ещё сами поковыряйтесь. Много чего интересного. Советую изучить эту карту даже чисто для себя. Очень любопытно. А если этот материал оказался вам интересным или полезным, то поделитесь им с друзьями. Обязательно пишите в комментарии. Мне очень приятно видеть, если вы пишите какие-то комментарии. Я вижу, что всё равно лайков достаточно много, просмотров много. Значит, материал вам всё-таки нравится. А комментарии-то пишут, что в основном хейтеры. Поэтому хотелось бы пару-тройку комментариев от адекватных зрителей тоже увидеть. Мне это позволяет иметь больше мотивации, находить для вас много новых интересных открытий. Даже вот как такая карта. Казалось бы, простенько, существует давно, всё это известно. Блин, ну единороги на территории севера России, динозавры, крылатые люди, похожие на дьявола. Чё это такое? Почему это изображали на картах? Ну, ведь вы этого не знали, а этой карте всего каких-то 400 лет. Вот такие пироги. А я ещё раз повторяюсь, никому не верьте на слово, проверяйте всё сами. На сегодня это всё. Пока.